Много городов у нас в России, нету пальцев, столько на ногах. Ну что же, сегодня все только и говорят, что про инфляцию. Вышли данные по Китаю, по Германии, по России. Ждем данных по России и по Соединенным Штатам Америки. Все интересно. Вы как уже поняли, что наша программа будет о туризме, о туризме будем пить. Эта отрасль очень важна для международной торговли. И когда мы анализируем ВВП, раскладываем его на составляющие, то туризм относят к экспорту. Ну, собственно, лидеры страны выездного туризма, те, кто приносит деньги в другие регионы, в другие страны, известны последние годы. Это Германия, что касается Европы. Она была долгие годы лидером, но потом уступила пальму первенства перед ковидом Китаю. Сейчас ситуация, естественно, иная. В Китае по-прежнему локдауны, что вы знаете из новостей. Ну, а в Европе локдауны уже как бы в прошлом. Хотя европейцы тоже запоздали с выходом из пандемийных ограничений по сравнению со Штатами. В Штатах активизация туризма, где туризм является в большей степени все-таки внутренним. Хотя Штаты играют также большую роль в выездном туризме. Так вот, вышли данные по Китаю. Там инфляция относительно небольшая. Но мы знаем, что правительство меры различные принимает для борьбы с инфляцией. Но в том смысле, что везет политика ограничения цен. Это типичная китайская история. В Германии такого как бы в том масштабе, что в Китае нет. Но тоже принялись это делать. Видим, что инфляция в Германии немного замедлилась. Если берем показатель год к году, было 7,6 месяцем раньше, в июне стало 7,5. Но за месяц все равно выросло прилично. То есть вот такая противоречивая немного ситуация. Что говорить об инфляционных показателях? Там можно насчитать все, что угодно. Поэтому можно смотреть только за общими тенденциями на цифры. Не стоит внимания обращать. Лучше посмотреть, что происходит с бизнесом. Что происходит с потребительским спросом. Ну и, конечно, туристическая отрасль здесь играет большую роль. Вчера читалась компания, известная цепочка отелей «Хаят». Собственно, все ее знают. Кто-то останавливается, кто-то бывал, кто-то слышал. И вот здесь любопытно посмотреть, что отчет, в принципе, неплохой. Если мы посмотрим на ряд косвенных показателей и на показатели выручки и прибыли, то все восстанавливается. Но пока «Хаят» еще нельзя назвать прибыльной компанией. Прибыль только-только появилась. Причем гораздо лучше прогнозов. Но что радует, это вот косвенный показатель, но очень важный для отрасли. Это выручка на доступный номер, ревпар так называемый, по которому, в общем, и проводят такой базовый, самый первичный анализ того, что происходит в отельной цепочке. Он вырос аж на 85% во втором квартале. Что говорит о том, что все-таки, прежде всего, бизнес-туризм восстановился. Если мы возьмем любую цепочку отелей известных, а после консолидации в отрасли последних десятков лет их осталось не так уж много. Все эти бренды известные, гостиничные, представляют из себя всего лишь несколько огромных конгломератов. Мы попытаемся рассмотреть «Хаят», наверное, один из самых маленьких среди них и наименее успешный. Впрочем, не у всех этих конгломератов только начинается восстановление. Но у всех с разной степенью скорости, с разной степенью успешности. «Хаят» пока все-таки нельзя назвать компанией прибыльной. Они только-только показали какую-то микроскопическую буквально прибыль, но уже хорошая тенденция. Лидером в этой смысле является «Мариот». «Мариот» и есть прибыль пока тоже небольшая, но если мы посмотрим на динамику акций «Мариота», то, может быть, все не так печально. Чуть похуже дела обстоят у «Хилтона», чуть поскромнее, но в том же ключе. Еще чуть поскромнее у британской сети отелей Intercontinental Hotels & Resorts. И совсем не очень обстоят дела у французской «Аккорта», уж гигантская сеть отелей. Там 6 тысяч отелей всего входит. Но не будем забывать, что все это очень комплексные компании, которые разными занимаются историями в сфере гостеприимства, которая приближается к триллиону долларов по всему миру. Но несмотря на то, что эта отрасль глобальная, все-таки по регионам все очень сильно отличается, а также очень сильно отличается по сегментам. То есть, если мы поговорим о ситуации с европейскими туристическими предприятиями, они тоже разные есть, и, наверное, то же самое относится и к другим регионам, то восстановление после пандемии может в корне кардинально изменить вообще сам бизнес. С точки зрения последних десятков лет очень сильно развивался так называемый массовый туризм. Но вот сейчас он не восстанавливается такими быстрыми темпами, как, прежде всего, бизнес-туризм и лухари, так называемый, лакшери. То есть, дорогие отели сейчас полностью заполнены. Мы это, кстати, видим не только в гостиничном бизнесе, в секторе гостеприимства. Видим это и в потребительских товарах, и в дорогих машинах. То есть, все как бы то, что стоит дорого, очень хорошо продается с прибылью и прочее, прочее, прочее. Действительно, бизнес-туризм, во-первых, восстанавливается в Соединенных Штатах Америки, лакшери-туризм восстанавливается. Ну, а вот массовый туризм тоже, конечно, восстанавливается. Мы видели это даже по данным ВВП, Евросоюз, Еврозоны, которые показали чуть-чуть лучшую динамику. Правда, в Евро мы с американским ВВП сравниваем, который показал два подряд квартала квартального снижения. В Европе такого нет. Но вот что интересно, ситуация в южных странах, более проблемных, таких как Италия, Испания, она даже получше во втором квартале, чем в Германии, который показал нулевой рост. И связывает это как раз с тем, что наконец-то после ковида очнулся туризм, а для этих стран в их ВВП входит, конечно, туризм занимает большую долю. Что касается массового туризма, здесь во многом, конечно, он развивался при помощи интернета, агрегаторы. Мы знаем, они забирали очень много, даже в отельных цепочек бизнес, долю рынка. Возьмем, что практически исчезли из быта турагентства. Там Джейс Кук в свое время обанкротился, исчезла эта компания. Немецкий Туи тоже на ладан дышит. Вот эти агрегаторы сейчас тоже выходят, но гораздо медленнее, чем известные бренды отелей. Возьмем компанию гигантскую с очень любопытной историей. Booking.com. Изначально это голландский проект, но который был на корню в самом-самом начале, еще на уровне стартапа, можно сказать. Выкуплен за хорошие деньги американским агрегатором Priceline, который, как и многие другие агрегаты Travel City или Expedia, занимался продажей билетов еще с 70-х годов, потом перешел в онлайн. И вот они быстро прочувствовали, что за этим будущее. Выкупили Booking.com. И в основном за счет роста бизнеса Booking.com они вышли в глобальные лидеры рынка. Ну, это одна из крупнейших европейских компаний теперь. Хотя, в принципе, изначально называлась Priceline. Общая компания Booking.com была брендом, потом они сменили название на Booking. Так вот, что у Booking происходит. Как мы видим, Booking все-таки уже прибыльный, но ситуация пока так быстро не улучшается. Если даже мы посмотрим на соотношение цена-прибыль, то она чуть повыше, чуть похуже, чем у крупнейших отельных цепочек. Так что вытяните восстановление еще рано. Но компания микроскопическую прибыль уже имеет. Впрочем, есть определенные регуляторные вещи, проблемы, которые на Booking будут давить. Ну, и то же самое можно сказать о компании более молодой, которая, как бы, альтернативные возможности для путешественников предоставляют. Но тоже бюджетные, в основном, все-таки варианты за счет этого живет. Это Airbnb. Относительно недавняя у него биржевая история по сравнению с Priceline Booking. Но, тем не менее, тоже уже успели выйти в прибыль. В отличие от их смежника и конкурента, вот, если можно сказать, TripAdvisor, тоже очень известный ресурс. Сейчас в России недоступен, но все его хорошо знают. Вот он пока убыточный. В отличие от Expedia, который как раньше занимался в основном продажей авиабилетов больше, чем туризмом, так и сейчас. Вот Expedia, наверное, из этой большой четверки самые лучшие показатели. Ну, и совсем грустно другой компанией, а это китайский клон TripAdvisor Trip.com. Вот Trip.com, но в связи с тем, что в Китае произошло, конечно, вот эти жесткие локдауны, запретные путешествия, в сложности с въездным туризмом, даже несмотря на ту Олимпиаду, которая вот в Пекине в этом году проходила, Trip.com, конечно, чувствует себя очень и очень мрачно, и он хронически убыточный. Вот, собственно, некоторые китайские компании очень хороши, а некоторые просто ужас. Ну, вот Trip.com, скорее всего, ко второму относится множество этих компаний. Относительно молодая компания, которая несколько лет назад появилась, вышла на IPO от Trivago, кстати, тоже вышла в прибыль, это очень небольшой бизнес, и динамика акций, конечно, у них ужасная. Долю рынка они пока не сумели отвоевать, но тоже активно в свое время рекламировалась. Можно ли пока в нее инвестировать? Ну, здесь, конечно, очень и очень большие вопросы есть. Вообще, молодым проектам, конечно, в какой-то степени и проще, потому что они по-новому подходят к бизнесу и более инновационную методику используют, а в каком-то смысле и сложнее. Вот с точки зрения других агрегаторов, уже мы смотрим на биржевой бизнес, потому что биржевой бизнес теперь тоже весь онлайн, Санкт-Петербургская биржа. И сегодня, наконец-то, вернулись хотя бы частично к старому режиму торгов, с 10 утра заторговали, ну, и планируют они также новые инструменты вводить, и опционы на акции от этого не отказались, а также планируют запуск торгов акциями новых регионов, в частности, BRICS. Ну, сегодняшний рост акций после вчерашнего продолжается. То есть спрос есть, огромные объемы, ну, правда, там и флот, это небольшая компания маленькая, поэтому в этом нет ничего удивительного. А то, что расширяется время торгов, ну, это только к лучшему для всех клиентов. Мы чуть попозже на открытии уже торгов в Штатах с Павлом Пахомовым обсудим сегодняшнюю ситуацию. Ну, вот что он нам сказал по поводу причин этого расширения. Биржа возвращается опять к старой работе, все более-менее уже стабильнее. И они, конечно, всегда лицом к клиентам. Надо понимать, что 10 утра – это не торговое время в Соединенных Штатах Америки. Более того, не только в Штатах, но и в Европе не торговое время. И в рамках нынешней ситуации, естественно, когда все это началось там в феврале, в марте, и время торгов для ухода от рисков было приведено к старту премаркета в Соединенных Штатах Америки, то есть 14.30, и, собственно, основная масса так и торгует 14.30. Ну, от биржевого дела опять туризма возвращаемся. Правда, здесь у нас такой специфический сектор – казино. Бывают ли убыточные казино? Казалось бы, казино всегда выигрыши. Вы проигрываете, выигрываете. Но есть казино, которое проигрывает. Представьте себе, Вин Резорт вчера отчитался. Вот у них хоть и сократился убыток, но пока не сильно. И с выручкой тоже не все здорово. Естественно, инвесторы негативно на это все взглянули. Причем не у всех казино дела обстоят так плохо, как у Вин Резорт. Есть казино и получше. Но это тоже к индустрии гостеприимства относится. Потому что у казино, помимо того, что вот сами есть площадки с рулетками, там, джекпотом и прочими вещами, еще и отельный бизнес, гольф-поля, причалы, там, масса всего. Бизнес очень комплексный, вот у этих больших цепочек. Такие казино, как Лас-Вегас Сенс, как МГМ, как Вин, они, конечно, многое зависит не только от рынка Соединенных Штатов Америки, там, Лас-Вегас или там других каких-то важных направлений. Но очень важен для них Китай. И Китай сейчас только приоткрылся. Но мы знаем, что происходило в Макао в последние годы. Там постоянно компании были против азартных игр и ситуация. Ну, может быть, она и вернется к тому, что было раньше. Потому что так хорошо, как раньше, точно не будет. Но что может быть хуже, чем у казино или у авиакомпаний? Это, наверное, бизнес круизных лайнеров. У нас некоторые финансовые советники в свое время рекомендовали незадачливым инвесторам покупать акции круизных компаний. Ну, может быть, кто-то и любит круизы. Ничего не имею против. Но сам по себе бизнес очень-очень сложный. Еще раз это показывает. Вот вчера читал Norwegian Cruise Lines. Это компании из Майами, как и другие. Там, Royal Caribbean или Carnival. Все они убыточные до сих пор. Но из них хуже всего, конечно, у так называемых норвежцев обстоят дела. Есть, кстати, шведская компания небольшая. Viking Line, кто был на Балтике, может быть, и пользовался их услугами. Очень маленькая компания. Торгуются акции в Хельсинки. Но, тем не менее, есть небольшая прибыль. Сложно, наверное, будет их вообще купить. На них внимания особо не обращают. Может быть, не столь хороший имитент. Ну, раз уж мы поговорили о проблемных, которые, скорее всего, очень нескоро закончатся, компаниях из сектора туризма, это круизы, то чуть получше дела у авиакомпаний. Хотя там тоже масса предбанкротных состояний. В общем, авиакомпании живут от банкротства до банкротства. Нельзя назвать такую компанию, наверное, которая однозначно была бы без гигантских проблем. Вот одна из таких компаний, это Spirit Airlines, тоже недавно отчитался. Убыта, кстати, сократилась до 52 миллионов. Более того, в отличие от круизных компаний, там консолидация в отрасли уже пошла. И недавно было известно, что Spirit Airlines покупает их конкурент JetBlue, американская компания, которая чуть побольше, но такая же проблемная и убыточная, хотя в свое время это была инновационная, очень такая веселая, веселый перевозчик. Есть, однако, авиакомпании в США, дела у которых идут получше. Например, Delta Airlines, там уже они вышли в небольшую, но прибыль. South-Western Airlines. Все это связано, конечно, с бизнес-туризмом в США, который раньше открылся, чем в других регионах. И даже самые прибыльные межконтинентальные перелеты в Европу для американских компаний открылись раньше, чего не произошло с европейскими. Но не все американские авиакомпании даже воспользовались этой возможностью. Например, American Airlines, United Airlines, они до сих пор убыточные. Вот что касается европейских компаний, то очень непростая ситуация. Ну, возьмем, например, Люфтганзу, которая, в общем-то, спасли власти от банкротства. Там очень много европейских компаний, авиакомпаний. То есть они проходят то, что в Штатах проходили раньше, где все авиакомпании проходили через процедуру банкротства практически. Но вот Люфтганзу спасают в очередной раз. Но там как бы тоже все мрачно. Чуть-чуть получше у Ryanair. Это лидер, безусловно, отрасли, но он на бюджетных путешественников ориентируется. А это не всегда себя окупает. Ну, они привыкли уже жить в таком же масштабе. Ирландцы, китайцы, очень конкретно способные, изобретательные люди. Ну, что приходится жить непросто. Вот что касается турагентств, гигантское турагентство TUE IG немецкое. Привет Алексею Мардашову, который в свое время туда входил. Не знаю, как там он вышел, не вышел. Но как бы можно было, наверное, и лучше пакет Аэрофлота купить, если уж хотел кому-то помочь, но не немцам, а своим бы лучше помог. То же самое туристическая индустрия. Аэрофлот тоже там будет спасать, если что-то случится. Новые рейсы открываются, там что-то происходит. Но, как мы видим, где это дело вкладываться, если вы не Алексей Мардашов, может быть, и не надо. Потому что он вкладывается по своим каким-то соображениям. Еще мы, наверное, коснемся пары таких вот направлений. Одно из них в туриндустрии заметное направление, но не такое большое, конечно, как отели или авиакомпании. Это аренда автомобилей. Есть два известных имени, но их больше на самом деле. Но вот два известных имени, это Avis и Hertz. Что касается Hertz, они недавно вышли из банкротства. И, казалось бы, в свое время, когда было IPO DD, я задал вопрос эксперту, что лучше купить. Hertz, который опять торгуется, вышли из банкротства. Или DD на IPO. Но оказалось, что в целом, что не покупай, все равно получишь то же самое. Ну, а у Avis дела получше ведут. Ну, кстати, Hertz тоже сейчас уже вышел в прибыль. То есть, может быть, банкротством больше не пахнет. Компания прошла процедуру оздоровления. И все даже не в том, что там они будут предоставлять Тесла в аренду. Не будет, это не так важно. Важно, что у них все-таки появилась какая-то прибыль, выручка растет. Ну, а у Avis тоже дела, в общем, может быть, не блестящие, но гораздо лучше, чем у Hertz. И в целом можно вот этим, наверное, характеризовать всю индустрию гостеприимства, гигантскую, очень сложную и комплексную индустрию, которая играет важнейшую роль в экономике. Что же касается наших компаний, ну, вот помимо Аэрофлота, сложно назвать какого-то эмитента, который действительно с туризмом серьезно связан, и на котором можно делать ставку. Стоит посмотреть за рубеж. Но там, опять-таки, немного каких-то вариантов. И мы видим, что, может быть, и в этой индустрии много денег, но их чрезвычайно сложно найти инвестору. Поэтому не доверяйте всем тем, кто рекомендует вам покупать какую-нибудь круизную компанию или акции авиакомпании, или акции отельной цепочки, или компанию проката, или даже какой-нибудь агрегатор. Не все туркомпании одинаково хороши. Рынок этот очень тяжелый, зарабатывать там сложно. Всего доброго, удачи!